Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Таня Лебедь Онака. Сегодня я отвечу на один очень интересный вопрос. Здравствуйте, Таня! Расскажите, как вы выбираете для себя фарфоровые статуэтки? И покажу то, что я купила в комиссионном стиль и в магазине Густо. У нас в Сибири очень-очень тепло. Да, еще много сугробов, но такое солнце, такая жара. Я сегодня на улицу ходила без головного убора. Как же я выбираю статуэтки? Это очень длинный рассказ. Но поскольку я болтушка, как написал один комментатор, вы болтушка и демагог. И он, наверное, думал, что он меня обидит. Но что же обижаться-то? В демагогии можно обвинить любого совершенно человека, и ученые ошибаются. А что говорить о нас, об обывателях? Дорогие зрители, вот буквально пару слов, наверное, я скажу о том, как я выбираю статуэтки. Потому что если я скажу не пару слов, то это, правда, будет очень-очень долго. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот эта статуэтка мне нравится нисколько, не меньше, чем, например, вот эта. Вы поняли, что я имею в виду? С одной стороны, это фарфор, ручная работа, заслуженная вещь, вещь относительно дорогая. Ее любить легко, когда мы уже знаем, что эта вещь чего-то стоит. Но я не знаю, что со мной. Когда я вижу нечто подобное, я умиляюсь. Я понимаю, что это недорогой материал, полистоун. Но я удивлена, например, тому, что его придумали. Это искусственный камень. Он очень долговечный, он прочный. Но в то же время, посмотрите, вот в этом полистоуне, в искусственном камне, такое воплощение. Милое существо, девочка, фея сирени или фея лаванды. Фея лаванды. Приближается весна. Я в том году купила ее. Вот ей уже целый год, и я любуюсь ею каждый день. Посмотрите, какие у нее хитрые глазки. И вот так вот я и выбираю статуэтки. И мне одинаково нравится и фарфор, и керамика. Давно-давно, много лет назад, была куплена мною вот такая вазочка. Посмотрите. Сто лет назад, ну, 25 лет назад точно, я ее увидела. Она меня очаровала. Она у меня стоит и стоит. Она меня всегда радовала. Сегодня она ушла куда-то на задний план. Здесь даже свечку я когда-то ставила. Свечи я использую только как источник света. Вот свет отключили, я могу включить свечку, зажечь. Я не романтичный человек, вот в этом плане нет. Конечно, вот она, советская статуэтка. Если говорить о коллекции Добровинского, он собрал коллекцию советского фарфора. Ну, а я не коллекционер. Меня вот могут умилять и удивлять самые неожиданные вещи и самые неожиданные моменты. Я, например, привезла себе когда-то давно вот с Черного моря вот такую кружку. И мне она очень понравилась. Не потому, что вот мне на память нужно было что-то. Сегодня на память можно купить все, что угодно. Вы знаете, можно выписать и через Озон, и через Валберес. Ну, и в общем, если как бы обобщить немножко на тему, как я выбираю статуэтки. Первично мне нравились советские статуэтки, несоветские статуэтки. И так пошло и дальше. Я не могу вот сказать, что именно только советский фарфор или только анималистика. Мне нравится и тема женская в фарфоре, и мужское воплощение в фарфоре. Вот недаром же у меня появился, например, вот этот клоун. А также танцоры с гармонью. Украина. Всадник на коне буденовец. Мне Ирина Керс написала, что девушек у меня на полке много статуэток. Да, я очень люблю высокую женскую фигуру. И у меня не хватает мужских фигур. И я вот сейчас задумываюсь что-то еще купить. У меня вот есть два танцора, буденовец, тот же повар. Еще что-то хочется приобрести. Я хочу съездить еще раз в магазин Жарптица. Обязательно сниму обзор. И там есть статуэтка Ивана Царевича. Потом, значит, в дилижанс в магазине я видела статуэтку Иванушка из сказки «Конек-горбунок». Так что вот совершенно разные статуэтки я люблю. Тематики абсолютно никакой нет. Но я люблю кошечек. Я люблю собачек. Я люблю лисичек. Я люблю енотиков. Вот нравится мне вот эта тема. Я знаю, что кто-то собирает медведей. У меня их пока нет. Но это тоже тема довольно интересная. Вот, ну, коты. Коты для меня. Коты, лисы, собаки. Женщины с кошечками, с собачками. Если говорить, например, о чеховской героине «Дама с собачкой», здесь мне кто ближе. Чеховская героиня? Нет. Мне она совершенно не близка. А вот эта вот тема «Дама с собачкой» больше где-то я склоняюсь к собачке и вот к этому тандему. Характер самой чеховской героини для меня как-то немножко непонятен. Я не такая. Поэтому вот все-таки больше собачки, все-таки больше кошечки. И вот здесь, например, в этой статуэтке для меня важнее тема собачки, нежели девочки. А вот эта статуэтка, я прямо, вот знаете, смотрела на нее несколько лет. Наверное, года два или полтора. И хотела, хотела, хотела. И вот приобрела. Вот нисколько не жалею. Такая прелесть. Фея лаванды. Так что все это очень индивидуально. И почему я не коллекционер? Потому что, да, у меня никакой нет совершенно темы. Я люблю разное. Вот раз и вещь мне это понравилось. На одной из полок вот у меня сейчас я смотрю. И по цвету не совпадают они, и по росту не совпадают. Мне даже кто-то писал, что так не ставят, вот как стоит у вас. Ну хорошо, я же не спорю совершенно. Так не ставят. А я ставлю. Ладно. Короче, давайте о покупках. Что я приобрела? Те, кто смотрел обзоры в магазине Густа, может быть, заметили. Там на полочке стояла вот такая шкатулка. И было написано «Яшма». 1700 рублей. Я знаю, что скатулки из камня дорогие. И я так посмотрела. И мне показалось, что это все-таки яшма. 1700 рублей. Я ее купила. Сюда я уже поселила своего крокодила. Можно тоже отступление от темы сделать. Луиза с канала «Скрутш Горл» написала мне. Это крокодил или аллигатор. И я никогда не знала, что это два разных существа. Идентифицировала это крокодил. Крокодил более злобное животное. Вырастает до тонны. Нападает на людей. Причем в самых неожиданных местах. Ест он только мясную пищу. А у аллигаторов тупые носы. Вот у крокодила острые носы. У аллигатора тупые. Аллигатор растет 450 килограммов. А крокодил больше вырастает. И аллигаторы на людей не нападают. И они могут кушать растительную пищу. То есть, представляете, даже вот здесь. Так интересно. Я нашла эту шкатулку на Озон. Что меня порадовало. Там она стоит около 3000 рублей. И написано, что это Оникс. Мы с вами привыкли к другому Ониксу. Я не знаю, Оникс это или нет. Ну, в общем, шкатулка прекрасная. Она называется «Яблоко». В советское время их делали из стекла. Но, если честно, из камня тоже классно. Попробуйте, сделайте вот из камня такое. Может быть, даже из стекла и легче. Это одна из покупочек. Еще я купила вилочки. Я купила 4 вилки. Вилки у меня есть. Но как-то вот именно на даче мне не хватает хороших советских вилочек из нержавейки. И я купила такие вилочки. Она стоила в советское время 55 копеек. Нержавеющая сталь. Здесь есть клеймо производителя. Ну, я думаю, не столь важно это, да? В общем, вилочки. Их было 4 штуки по 30 рублей. Было бы 6, я бы взяла 6. Но нам хватит, в принципе, для себя. Вот именно для себя. У нас какие-то там вилки на даче непонятные. И, в общем, я купила. Они абсолютно новые. Ими никто не пользовался. Они небольшие такие десертные вилки. Но я думаю, что ими можно кушать и салатик, и картошечку, и все что угодно. И котлетки. То есть, вот такие вилочки я приобрела. Что еще я купила в комиссионном? Шкатулка. А, знаете, самая первая была моя покупочка, вы удивитесь, это вот эта палочка. Я положила ее к кассе и говорю, я вот эту палочку куплю. А продавец мне и говорит, это не палочка, это молоточек. И пошла, нашла запчасть. Муж мне сказал, что это красное дерево. И у меня вот эта турка очень старая. Ну, 20 лет ей точно есть. Я ее покупала очень-очень давно. Это одна из первых моих турочек. Она ручной работы, кстати, очень качественная. В ней вкусный кофе. Почему сейчас не готовлю? Здесь очень большой объем. Я сейчас готовлю просто вот по 70 миллилитров кофе. И мне муж сделал вот эту палочку из красного дерева. Она была у меня утеряна, вот родная. И теперь, ну я даже удивилась, он мне сделал очень качественно. Так что обращайтесь. Но, правда, это не бесплатно будет. Я тоже отработала. Мне это тоже было не бесплатно. То есть, вот такая вот получилась красота. Купить палочку. И она мне, эта палочка, обошлась недешево. Больше 100 рублей. Ну, то есть, цена за молоток. Но я прям рада. Он мне так все тут заклепал, сделал. В общем, замечательно. Вещь доработали. Так, и еще скажите, зачем вы это приобрели. Вот, люблю я вот эти вещи. Он был в упаковке, этот миксер ручной. Я люблю пользоваться всеми этими делами. Потом посмотрела, думаю, буду ли пользоваться или нет. Делает и мясо. Отделяет яйца. Взбивать можно омлет. Сушить зелень. Сушечка для овощей есть. Вот. Так что, ну, очень вещь неплохая. Абсолютно новая. Никто никогда ни разу ею не пользовался. Купила я ее за 250 рублей. Я очень люблю все эти гаджеты для кухни. У меня много снято обзоров. Все те мои гаджеты, на которые я обзоры снимала, все работают и все действующие. Так, дорогие зрители. Ну, еще давайте немножечко я вам расскажу о том, что я вот совершенно люблю смешение стилей. Даже вот сейчас на мне. Бусы. Это жемчуг. Жемчуг. Кольцо. Жемчуг. Микро. Причем я не ушла в эту тему собирать микрожемчуг. Я купила бусы. Я купила кольцо. А сережек у меня нет. На этой неделе ко мне пришел кулон. Сейчас мы на него посмотрим. Это браслет. Хартов. Я его уже показывала. Это моя новиночка. У меня есть серьги хартов, которые я носить не буду. Это просто коллекция красота-любование. И я еще приобрела в комплекте кулон. Кулон, конечно же, я носить буду. Я уже подобрала цепочку. Посмотрите на эту прелесть. Я уже мерила. Очень классно, конечно. То есть теперь у меня собрался набор. Вы не поверите. Вот эти серьги, которые на мне сегодня, тоже новинка. Я их купила себе с пенсии. Вот не планировала, естественно. Я сошла. У нас в Искитиме очень неплохие для нашего городка, 50 тысяч населения, очень неплохие ювелирные отделы. Потому что сейчас наша ювелирная промышленность российская очень хорошо работает. Во-первых, и закупают за границей вот эти вещи. Вот это, например, я не помню, Таиланд или нет. И в Таиланде закупают, в Сингапуре, в Индии, в Японии, в Китае. И плюс наши ювелиры. Вот это Украина, Харьков. И наши ювелиры работают. Вот эти, естественно, сережки это наши, российские. Так, что у меня еще есть из новиночек? Вот эти бусики. Причем вы скажете, боже мой, что же это, сколько у нее этих бусиков. Вот опять же о моем вкусе, о смешении моих стилей. Я вообще не соблюдаю это ничего. Я люблю все самое разное. У меня может быть сумка синяя, куртка оранжевая, ботинки красные. Вот сейчас видите, в каком я платье в ярком. Думаю, давно я не носила это платье. Я люблю вот эти яркие краски. Может быть, это цыганщина. Так, ну и сегодня, вот буквально сегодня я пошла в магазин. Это недорогие бусы. Это жемчуг. По старой цене я купила. Вчера я посмотрела какую-то передачу. И там Анатолий Вовк, это историк моды, ученик Васильева, был в свитерочке и вот в таких жемчужных бусах. Думаю, так, надо срочно идти покупать. Я пошла в ювелирный отдел. Меня там знают. Цены уже были повыше. И мне продали по старым ценам. То есть, нужно разговаривать, нужно общаться. И мне повезло. Я купила эти бусы. А до этого я в этом же самом ювелирном отделе тоже покупала бусы. Давно, правда. Но это было, правда, давненько. Прямо лет пять назад, может больше. Я покупала бусы тоже. Там же. Но они тоже как бы считаются черный жемчуг. Но он немножко коричневый, да, по сравнению вот с этими. И теперь у меня есть и такие, и такие. И они разные по длине. Эти 45 сантиметров, а эти 50. То есть, теперь я буду менять. Куда носить, некоторые спрашивают. А вы знаете, очень редко надеваю. Я вам не буду говорить, что вот прям ношу, не снимая. Нет, иногда даже вот последнее время могу и серьги не надеть. Чего раньше никогда себе не позволяла. Я могу не надеть что-то более интимное. Но серьги обязательно. У меня есть вот такие бусы из микрожемчуга. Это вот, если даже продолжить вот эту тему, как вы выбираете статуэтки. Это все так. У меня нету чего-то одного. У меня даже вот сейчас вот в комнате комод синий, комод под дерево. Это дерево у меня светлое. Это у меня дерево темное. Стол стоит. То есть, совершенно. Вот я в вазу поставила и маки, и сакуру. Маки это более осенние цветы, сакуры весенние. Почему бы им не встретиться? У меня дома в одной вазе на одном столе. Так, и вот к вот этому кольцу когда-то я покупала вот такой вот микрожемчуг бусы. И у меня, в общем-то, жемчуг янтарь. Совершенно люблю разные камни. И вот иногда говорят, у меня к глазам не подходят голубые там камни или красные камни. А я ориентируюсь на природу. У нас в природе все цвета сочетаются. Совершенно неожиданно иногда. Вот. И поэтому это можно сочетать и на человеке. Почему бы и нет? Не только вот какой-то монохром серый, черный. Сейчас, кстати, в моде черный цвет. Недавно я смотрела стилистов. Они сказали, совершенно не модно пандора. Совершенно сейчас не модно крупные камни. Так, бижутерия. Этника не в моде. А, нет, бижутерия в моде. Не в моде этническая бижутерия. Вот. А я, знаете, наоборот. Когда прошла мода на пандору, я начала ее покупать. Потому что довольно-таки интересно вот разглядывать, как это сделано. Такая задумка. В общем, мне очень-очень понравилась эта тема пандоровская. Сейчас вот вам показываю еще одни бусы. Вроде бы как опять в моде длинные очень бусы. Так, ну здесь, конечно, вот это мы снимаем. И тогда вот так. Вот. И у меня вот есть такие бусы длинные. Я сегодня в магазине в одном еще увидела одни. Там, значит, черное-белое, черное-белое. Так, наверное, тоже надо купить. Хотя у меня вот длинных бус тоже несколько. И носить особо некуда. Но в то же время классно. Вот как-то однажды я ездила в театр. И я вот эти все длинные надела. И перламутр, и черный жемчуг, и белый жемчуг. Короче, я сама себе понравилась. И как сказал один мой знакомый, кому не нравится, можете не смотреть. Правда же? Это же нормально. Это же не голый человек пошел. А вот он пошел одетый. И шляпка, и бусики, платочек, шарфик. Что хотите, то и носите. Я только за. Мне вообще не нравится то, что стилисты говорят. Почему? Потому что я здесь подозреваю подвох. Они пытаются продать товар, который они рекламируют заведомо. Вот. А я хочу носить то, что мне нравится, а не то, что мне предлагают сегодня стилисты. Вот. Так, ну все, дорогие зрители. Это я вам показала, но я покажу сейчас еще кое-что. Это вот сочетание белого и черного жемчуга. В этом году в моде. Я хоть и не следую трендам, но всегда, когда я слышу, что в моде то, что я тоже люблю и хочу, мне почему-то всегда от этого становится радостно. Очень довольна своими жемчугами. Сама не знаю, зачем столько, но вот хочется. Причем у меня есть и на серебряной застежке, вот эти на какой-то обычной застежке бижутерной. Есть и на золотой застежке. Ну, там золото 0,5, поэтому цена, как говорится, не особо отличается с бижутерным жемчугом. Вот. И о смешении стилей. Вот я вам, например, покажу. Ирина же из Красноярска подарила мне мыло, и я хотела положить это мыло на фарфоровую или керамическую мыльницу. В итоге я купила вот такую мыльницу, вот такой стаканчик для зубных щеток. Это тоже какой-то полимерный материал. Я специально не стала отрывать. Мыльница «Лунный камень» полистирол. Он прочный, толстенький, с какими-то блесточками, звездочками. Такой же точно купила стаканчик для зубных щеток. А вот, например, для зубной пасты я купила керамику. Тоже не стала отрывать этикеточку. Это у меня все новенькое. Стакан для ванной, комнаты, мрамор, керамика. Все можно было в этом стиле купить. И мыльница была в таком же стиле. Но я решила, вот все у меня на одной полочке стоит абсолютно разное. А вот, например, ватные палочки у меня стоят в хрустальной вазочке чешской. Этикетка осталась еще на одной вазочке. У меня их две. И вот ватные палочки очень удобно. То есть, абсолютно все разное. Я очень-очень это люблю. Мне нравится одновременно и такая шкатулочка, и такая шкатулочка. То есть, я прямо вот люблю это и не стесняюсь. То, что у меня совершенно все разное. Вот такую книгу я купила в магазине Густа. Она называется Новосибирск. Здесь очень классно описано и сфотографированы наши достопримечательности в Новосибирске. Ну, например, как это вот выглядит. Да, вот Академический театр оперы и балета и статья о нем. Единственное, что книга эта выпущена в 67 году, в 1967 году. И уклон идет на все советское. Вот, например, посмотрите, театр музыкальной комедии. Хочу сделать небольшой обзор, как-нибудь доехать туда и в одном из своих роликов показать вам театр музыкальной комедии. Вот, посмотрите, торговый центр Академгородка, вот куда я езжу. И книга написана в 1967 году. Здесь, что мне не нравится, вот очень воспевается социализм и опускаются все достижения, которые были до того. Поэтому немножко, конечно, читать скучновато. Хотя, интересно в то же время. Вот такая книга. Это тоже я купила книгу в магазине Густа. Она очень, подождите, в Густа, в Густа я купила вот эту книгу. Вот, уже склероз. Ну и, короче говоря, вот эта книга о Новосибирске вообще такая тоже классная. Здесь очень мне понравилось, что много текста и очень много старинных фотографий нашего новосибирска деревянного зодчества. И я приехала, стала пересматривать, перечитывать и взяла еще в руки вот эту книгу. Это книга нашей землячки Елены Халиковой. Канал Бабушкина квартира. И я вот сопоставляю вот эти все данные по этим книгам, по нашим достопримечательностям нашего Новосибирска. Не знаю, дорогие зрители, все ли я вам показала или нет. Сейчас еще покажу одну полочку, и мы с вами будем прощаться до следующего ролика. Так, ну вот, посмотрите. Дама в голубом, дама африканка, дама курортница с зонтиком, дама с собачкой. Совершенно разные стили этих статуэток. Все на одной полке. Молочник Ольги Стриж. Сейчас еще в конце я вставлю небольшой ролик, который у меня не вошел в тот ролик о мастерской Ольги. Там я показываю салатницу, которая мне очень-очень понравилась. До встречи. Мы с вами обязательно увидимся. Пока-пока. С каждой штукой работаешь как дизайнер на самом деле. Я обожаю свою работу. Я нашла себя. Почему? Я совершенно спокойно переключаюсь на глину. Когда вот я взяла этот брусок глины в руки, я поняла, насколько я его недооцениваю. Потому что после того, как ты поработаешь со всякими разными... Ну вот смотрите, у меня лежит вот это вот топаз голубой. Можно его на уровень вашей груди? Вот это топаз голубой, волынский, сумасшедшей красоты. Но он лежит у меня для того, чтобы я его распилила пополам и сделала там какие-то гемы. Ну вот властелин воздуха или что-то там такое. Или вода. И вот после того, как ты работаешь вот с такими коммунями, ты погружаешь руки в грязь. Весь дом в грязи. Как это будет биться вообще неизвестно. Ну вот само ощущение, что ты захотел прилепил, захотел отлепил. Вот здесь вот ты сделал отрезок. Все. Это навсегда. Это ничего не исправишь. Никакой эпоксидкой не заклеешь. Это вот отрезал и все. И это, конечно, очень сильно сужает и напрягает. Почему у меня уже 5 лет этот камушек лежит? То есть я к нему все подбираюсь, подбираюсь и подбираюсь. А Грина, ощущение, ощущение свободы материала. И если ты чего-то там тебе не понравилось, ты ее тут же перемял, залил водой и сделал снова. Понимаете? Я просто купалась в этом материале. У меня так поперло. И я до сих пор в обалдении от этого материала. И мне хочется... Я абсолютно первые шаги. Я чувствую себя не то, что первого класса, но это уровне третьего класса, может быть. Перебью опять. Посмотрите, какая прелесть. Здесь краски или это тоже смешение глины? Да, да, да. Я обожаю крабушку. Очень красиво. Американская глина. А вот в центре опять перебиваю, просто чтобы не забыть. Вот это что? А, ну это как бы вот тема гор здесь на самом деле немножко замаскированная. Они вот там слегка проглядывают эти горы. Очень красиво. А это друза какая-то. Прелесть. Это вот какие-то жили. Это в наборе вот это или нет? Это в наборе, да. Очень красиво. Очень. И вот эта ваза, вы мне рассказывали о ней. Это кубок. Это я на Хэллоуин делала, такую хэллоуинскую чашу. Прелесть. У меня вот котики там стоят черные, вот эти грибочки. Это все хэллоуинская тема. Вот у меня тут еще вот такие вот с метелочками. Вот это тоже пищевая глазурь, да? Это все пищевая. Можно и для... Нет, вот внутри пищевая, а снаружи пищевая. Все, поняла. Значит, можно использовать и для напитков, и также можно использовать как подставочку под карандаши. Ну и как маленькая вазочка для ландышей, например, или чего-то там первоцветов каких-то, которые невысокие. Так, ну, об этом вы рассказывали. Голова медведя, красивая очень. У меня было целое семейство, четыре штуки. Вот три забрали, вот последняя осталась. Это тоже крапочка. Ну, я люблю сибирскую тематику. Мне нравится делать зверей. Вот сюда хорошо все легло. Очень. Орешки раскладывать с ягодками. Ну, сюда и салатик как-то не кучит. О богатовой керамике вы нам рассказывали. Этот домик у нас что? Домик-шкатулочка. Волшебная шкатулочка такая. Там только бабки-ёшки не хватает. Там вот улиточка живёт у него. Ну, шкатулка прелесть, конечно. Вот, стоит она три тысячи. Шкатулочка. Я угробила на это два дня своей жизни. Так, значит, это абсолютно недорого. Вы знаете, я видела такие цены. И 30 ставят, и выше, и вы поняли, о чём я говорю, да? Да, да. Вот, поэтому за эту работу три тысячи, это вообще недорого. Мне кажется, тут... Ну, я считаю, что мастер две тысячи в день хотя бы должен заработать. Если у меня ушло вот на это столько времени. А это тоже пейзажная тарелка. Вот это вот медведи, которые у меня никак всё не собьются. Вот этот вот лось у меня пейзажный. Продолжение следует...